Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Первый видео авторынок и сегодня в обзоре. Такая же ужасная крутилка, как на Hyundai AX35. В данном случае у нас самый обычный кондиционер на поворотных ручках. На моторах подробно останавливаться не будем. Линейка была довольно обширная. Ссылочка на техобзор на Skoda Fabio будет на экране. Стояночный тормоз, как уже упоминали, самый обычный механический. Когда нужен малолитражный экономичный компактный автомобиль, жители Сибири и Дальнего Востока в основном отдают предпочтение праворульным моделям, таким как Toyota Vitz, Honda Fit или варианты от Suzuki. Но что делать, если вам строго нужен левый руль? Один из вариантов – это посмотреть корейцев наподобие Kia Picanto. И такая машина уже была в обзоре у нас на канале. Но сегодня мы возвращаемся к европейскому автопрому. Встречайте – Skoda Fabio. Небольшое лирическое отступление. Если вы смотрите какой-то другой вариант автомобиля и вам интересно, какие подводные камни скрывает та или иная модель, всю эту информацию вы можете найти на канале. У нас очень много обзоров на самые разные варианты автомобилей. Ну а если вы находитесь в Новосибирске или планируете сюда приехать, телефон для связи будет на экране. Это мой личный номер. Приезжайте к нам, я с удовольствием с вами поработаю. Полноценный технический обзор на тему, куда смотреть при покупке Fabio, чем она может огорчить, а чем порадовать в плане надежности у нас на канале уже есть. Ссылка на него сейчас будет на экране. Переходите и смотрите. А сегодня в более сокращенном виде. Конкретно о преимуществах, о том, чем эта машина хороша с точки зрения практичности. То есть салон, багажник, дорожный просвет. Второе поколение Fabio с кузовным индексом MK2 появилось в 2007 году. Эта машина выпускалась долго, до 2015, а с 2010 прошла через рестайлинг. На моторах подробно останавливаться не будем. Линейка была довольно обширная, от 1,2 до 1,6 литра. Были и турбоварианты на спортивных версиях. Наш сегодняшний экземпляр 2012 года выпуска. Это рестайлинг под капотом двигатель 1,6, 105 лошадиных сил. Классический автомат, передний привод, два собственника и 86 тысяч родного пробега. Габаритные размеры этого автомобиля следующие. Длина 3,99 метра. Ширина 1,64 метра. А высота 1,49 метра. Колесная база 2,46 метра. Радиус разворота 5 метров ровно. А снаряженная масса немаленькая, 1135 килограмм. Максимально разрешенная чуть больше тонны 600. Вариантов кузова у Фабии, как у модели, было два. Это либо пятидверный хэтчбек, либо универсал с удлиненным задним свесом. Что касается толщины локкрасочного покрытия, то родная краска у Фабии будет потолще, чем слой окраса на японских аналогах. И в данном случае разброс показаний прибора будет лежать в диапазоне от 90 до 120-130 микрон. Плюс кузовные панели у этого автомобиля оцинкованы, поэтому гниют Фабии крайне неохотно. И даже сколы до грунта и металла, как правило, не торопятся цвести. Ну а теперь переходим к обзору внутреннего пространства. И начнем с багажника. Его каталожный объем 300 литров, а при сложенных спинках заднего сидения он увеличивается до 1100 литров. И он реально не маленький. Отдалим отсюда заднюю полку и произведем замеры. Ширина проема багажника этого хэтчбэка 98 сантиметров в его средней части. Высота от фальшпола до крыши 89. Длина по полу 72. А ширина неизменная по всей протяженности багажного отделения 95 сантиметров. Спинка заднего сидения в Фабии в верхних комплектациях складывается в пропорции 1 треть к 2 третьим. И есть возможность сложить ее практически в ровный пол. Происходит это наподобие того, как это реализовано в Nissan X-Trail в 31 кузове, либо в 140 филдере. Сначала вперед вы прокидываете подушку, а затем ложится спинка. Правда, перед этим придется вытащить подголовник. Безальтернативно. В этом случае полезная длина багажника возрастает до 1,30 метра. Но вот просунуть длинный груз между сидениями у вас уже не получится, если же не откидывать вперед саму подушку сидения и при этом попытаться положить что-то поверх спинки, которая будет в таком случае лежать под углом 2,20 метра до передней панели. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению, Фабия может похвастаться двумя высокими и узкими кармашками, которые можно в принципе и соединить с общим объемом багажного отделения также двумя крючками для вещей слева и справа, плафончиком освещения. Ну а под фальшполом будет скрываться запасное колесо и комплект штатного инструмента. Ну а теперь, что касается интерьера. Это маленький автомобиль, но маленький в данном случае не значит неудобный. При росте 1,86 метра мне удалось подобрать для себя за рулем удобное положение. Здесь есть регулировки рулевой колонки, причем в большом диапазоне, как по наклону, так и по вылету тоже регулируется водительское сидение. Также в очень широком диапазоне, если я отодвигаюсь до упора назад, моя левая нога может быть полностью выпрямлена в колене, прежде чем я дотянусь носком до моторного щита. Пунктик, за который стоит покритиковать инженеров вага при разработке автомобиля, это то, какой вариант регулировки наклона спинки они выбрали здесь. Здесь такая же ужасная крутилка, как на Hyundai AX35 или на Волге ГАЗ-2410. Кто еще помнит, в подобной автомобиле очень неудобно. И вдобавок здесь очень маленький зазор между боковиной сидения и средней стойкой, напротив которой эта регулировка оказывается в моем случае. Нет здесь и подлокотника посредине. Опора есть только у левой руки водителя и у правой, соответственно, пассажира. Зато подлокотник на дверной карте имеет тканевый отдел. Что касается выбора материалов салона, в этом автомобиле большая часть передней панели выполнена из мягкого пластика. А вот дверные карты, нижняя часть передней панели и сан тоннель уже пожестче. Впрочем, автомобиль бюджетный, требовать от него многого в данном случае непорядочно. Рулевое колесо пластиковое, но несмотря на это оно не скользкое. Никаких дополнительных клавиш на нем не предусмотрено. Интерьер FABIE в этой комплектации в целом не перегружен кнопками. Комбинация приборов классическая для автомобилей Skoda. Здесь аналоговый спидометр и тахометр. И цифровой индикатор уровня топлива. На монохромном дисплее бортового компьютера. Оцифровка приборов крупная, циферблаты крупные, все хорошо читается. А зеленая подсветка не раздражает глаза. Что касается кнопок, здесь их не так много. На дверной карте располагается блок управления стеклоподъемниками. В нашем случае задние стеклоподъемники тоже электрические. Джойстик регулировки зеркал стандартный для ВАГа. Зеркала здесь не складываются, но при этом имеют подогрев. Включается он отдельным положением джойстика регулировки. Слева от руля круглый переключатель света, как на большинстве немецких автомобилей. На левый подрулевый переключатель, ответственный за переключение света фар, ближний и дальний указатели поворотов, также вынесли управление круиз-контролем. Даже в таком маленьком автомобиле эту опцию предусмотрели. Кнопка варейки располагается удобно, тянуться до нее не придется. В данном случае у нас самый обычный кондиционер на поворотных ручках. Пользоваться всем этим удобно, ручки поворачиваются с приятным усилием, и вы понимаете тактильно, насколько вы ее вращаете. Управлять печкой и кондиционером можно, не отвлекаясь от дороги. Здесь же располагается клавиша включения-выключения системы стабилизации. Обычно ее убирают либо вниз на тоннель, либо куда-то слева от рулевой колонки, но в данном случае она на виду. Магнитола здесь не штатная, а перед селектором коробки передач, клавиша управления подогревами сидений на два положения, и клавиша центрального замка. Вот ей пользоваться не очень удобно при селекторе в положении парковка. Селектор с прямой прорезью, кнопка блокировки, и предусмотрена отдельная секция для ручного режима смены передач, коих в этом автомате шесть. Стояночный тормоз самый обычный механический, и имеется прикуриватель, который разместили в самом центральном тоннеле. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, если не учитывать полку под магнитолой, то в данном автомобиле к вашим услугам маленькая полочка и два подстаканника. Перед селектором коробки передач перчаточный ящик здесь очень небольшой по объему, это касается как основного бардачка, так и дополнительной секции сверху. Даже бумаги формата А4 здесь будет проблематично разместить, не сворачивая их в рулон. Внизу дверной карты располагается очень длинный карман практически во всю дверь, передняя часть которого отформована под бутылку, а на потолке присутствует футляр для очков. Что касается заднего сидения, первый момент, здесь удобно, довольно вертикальная спинка, но при этом много места над головой. Сама подушка сидения выше, чем передний, бедро не висит в воздухе, это важный момент. На полу есть высокий тоннель, который однозначно будет мешать размещению здесь третьего пассажира, хотя ширина автомобиля к этому и не располагает, зато само сидение практически плоское. Это касается и как подушки, так и спинки тоже. Дополнительного центрального подлокотника здесь нет, на дверных картах подлокотники обтянуты тканью, плюс есть удобная ручка держаться. При росте 1,86 м сидя сам за собой, я касаюсь голенью нижней части сидения, и этот контакт не особо приятный, несмотря на то, что эту часть попытались максимально смягчить, набив сюда дополнительный слой поролона под обивкой сидения. К услугам задних пассажиров кармашки, куда можно положить разного рода мелочевку, маленькая полочка и один-единственный подстаканник на двоих. А карманы внизу дверных карт очень узенькие и мелкие, сложить туда что-то более или менее существенное, увы, не выйдет. Далее должен следовать блок про двигатели, но не будем в этом обзоре подробно останавливаться. Ссылочка на техобзор на Шкоду Фабию будет на экране, также можете посмотреть обзор на Volkswagen Polo Sedan, где стоит ровно такой же мотор в дорестайлинговых версиях. Дорожный просвет у Шкоды Фабии второй генерации 149 мм. Это у обычных версий, спортивные пониже. Вооружим все рулетки и проверим, как обстоят дела на самом деле. Низшая точка в данном случае под защитой моторного отсека 15 см ровно. Сам бампер гораздо выше 21 см до его заднего края. Так что подъезжать к поребрику передним ходом на этом автомобиле можно смело. Расстояние до порога за передним колесом 20 см. В базе автомобиля клиренс существенно съедает пластиковая защита, до которой 17,5 см от асфальта. И, видимо, бывшему владельцу этого было недостаточно. Задний бампер у Фабии в 25 см от асфальта. С весом очень короткий, выхлопная труба подобрана за него. Зацепиться ей у вас не получится. Так что задним ходом к высокому препятствию подъезжать также можно абсолютно смело. Вообще клиренс этого компактного хэтчбека подстать иному кроссоверу. Теперь общий обзор автомобиля снизу. В данном случае передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон. Шаровые опоры здесь на болтовом соединении. Поменять их можно отдельно от рычага, причем в оригинале. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике. Причем перед рулевой рейкой подобраться к его креплениям без демонтажа. Все этой конструкции будет проблематично. Рейка, кстати, здесь гидравлическая. Так что при осмотре автомобиля на тече инспектировать в обязательном порядке. Но в данном случае все нормально. Что касается антикоррозийной обработки, то у этого автомобиля антикоррозавода присутствует. И нанесен он в том числе в районе порогов. В самом критичном, скажем так, месте днища автомобиля закрыто большим количеством пластиковых щитков и защит. И в целом на автомобиле 2012 года каких-то следов коррозии по порогам и днищу здесь не наблюдается. Разве что на элементах выхлопной системы. Но это норма. Топливный бак у этого автомобиля имеет объем 45 литров. Бак пластиковый, как и заливная горловина. Располагается перед задней подвеской, которая представляет собой обычную зависимую схему. Здесь балка, два сайлинтблока, две втулки на амортизаторах. По сути все. Пружина и амортизатор стоят отдельно друг от друга. А что касается тормозов, то дисковые тормоза вы можете встретить на спортивных версиях. В данном случае сзади барабаны. Стояночный тормоз, как уже упоминали, самый обычный механический. По части антикоррозийной обработки. Сзади мы видим в основном шовный герметик. Но кое-где все же антикоррозавода нанесен. На этом наш обзор подошел к своему логическому завершению. Напоминаем, на канале есть длинный технический обзор по основным неисправностям и проблемам Skoda Fabia в этом кузове. Ссылочка на него дублируется на экране. Также есть обзоры на автомобили конкуренты, такие как Toyota Vitz, Honda Fit, причем не в одном поколении. Ссылочки также в подсказках. Переходите и смотрите. Наш сегодняшний экземпляр находится на продаже в городе Новосибирске. Если он вас заинтересовал, контактный телефон будет на экране. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Напоминаем, автомобиль 2012 года. Здесь два собственника и 86 тысяч родного пробега. Двигатель 1,6 литра, 105 лошадиных сил и классический автомат. Если обзор оказался полезен и понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!